МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продублирую сразу и на русском языке, уважаемые ребята, коллеги, сегодня у нас в гостях Михаил Вла и общественный деятель, и выпускник этой школы, Камрадской средней школы номер 6, когда школа была средней школой. У нас в нашей школе очень много известных, именитых выпускников, вы знаете, много раз слышали о них. И Михаил один из этих выпускников. У Михаила очень активная гражданская позиция, человек с большим сердцем и неравнодушный к тому, что происходит у нас в регионе, в Гагаузии и, в частности, в нашем городе. Завтра у нас интересное памятное мероприятие. Очередная дата годовщины, как ушел, пока нас покинул, первый президент Гагаузской республики Степан Михайлович Топал. Я сказал на гагаузском языке, это человек, который один из основных лидеров Гагаузской республики, создания Гагаузии, в последующем уже и Гагаузии, Гагаузской автономии. Вот то, что сейчас у нас есть, это благодаря огромному вкладу сил, здоровья Степана Михайловича Топова. Человек с большой буквы много сделал и оставил направление, что нужно доделывать. Завтра о мероприятии, мы будем принимать участие и на возложении у его могилы. Михаил Петрович расскажет об этом человеке, о мероприятиях, о его труде, трудах его, о его борьбе за становление нашей с вами Гагаузской республики и последствий Гагаузской республики. Завтра, точнее 8 января, исполнилось бы Михаилу Степановичу 85 лет. Он родился тоже 8 января, как и я. Мы друг друга поздравляли по телефону 8 января. Ребята, я хочу, чтобы был еще как интерактив. Михаил расскажет, выступит и потом, если возникают вопросы, не стесняйтесь выступать, говорить на Гагаузском языке, на русском языке, как вам удобно. В нашем распоряжении целый урок, 45 минут. Михаил Петрович в вашем распоряжении, он эрудированный, ответит на любые ваши вопросы. Я предоставляю вам слово, пожалуйста. Так, уважаемые коллеги, дорогая молодежь, я вас приветствую. Каждый из нас в этой жизни, я у вас был по приглашению Максима Андреевича 1 сентября. Вы помните меня? Да. Вы помните мои напутствия вам? Помню. Я вам сказал одни простые вещи, самые простые, которые я пережил и прошел. Елизавета Родионовна здесь, живой человечек, один из тех, кто же сторожил этого учебного заведения, которое тысячами детей провела через свои руки. Многие из них стали большими, великими людьми, но они не стали великими спортсменами. Но она давала азы, чтобы он мог бегать, чтобы он мог отжиматься от пола, чтобы он мог на турнике не позориться и мужчины, и девочки. Что касается Степана Михайловича Топола, я вижу, многие из вас даже не знают, но у вас одна из немногих школ, которая может гордиться, что у вас есть стенд, у вас есть стенд, и вы после этого урока пойдите и внимательно посмотрите на этот стенд. Там все первые лица гагаузской автономии, начиная со Степана Михайловича Топола, потом Табунщика Георгия Дмитриевича, потом Крайтора, потом Фурмузала, Ирины Влах и вот сегодня Евгения Александровна Бойклы Гуцов. Вы знаете, да, кто у нас башкан Гагаузи сегодня? Да. Сегодня у нас новоизбранный башкан Гагаузи, жительница Вулканежского района, впервые у гагаузов с таких южных краев башкан Гагаузи. Степан Михайлович Топол – это первый и пока единственный президент Гагаузской республики, который отдал все свое сердце, всю свою душу для того, чтобы мы, гагаузы, в этом мире сохранились как нация, как народ, чтобы мы знали язык наших предков гагагузов, чтобы в тюркском мире мы славились и чтились как одна из величайших наций, которая сохранилась до сегодняшних дней. В ЮНЕСКО в 2010 году есть такая всемирная организация, вы знаете, да, друзья? Да. Знаете. Вот там было вписано, что гагаузский язык и вообще народ вписаны как умирающая составляющая. Это очень печально для меня и для многих патриотов, особенно для отцов-основателей, которые создавали Гагаузи. В чем суть? В том, что мы дети, дети своих родителей, потом уже у нас свои дети, без славицей они делали, без селямерств, юридей, сушек, ларе. Бо бзин проблемалар, бюк проблемалар. А то тюркта селлярды, тюркен джемхурет башканы, президент, ил, кэшиндоу народологический узел, октябрь да ермидоу кузунда, они, а наделены бельмярсы да халк, о халк кайбилер дюннеден. Поняли, что я сказал? Вот если мы свой родной язык не знаем, если мы его не пропагандируем и не учим наших детей, народ исчезает полностью. Так вот, о ком я вам сегодня хочу рассказать чуть-чуть, друзья мои, это президент Гагаузской республики, который поставил свою судьбу, свое сердце на алтарь гагаузского народа. Он не знал, что с ним будет в те события в 90-е, в горячие годы, когда унионисты пропагандировали, когда Советский Союз, вы, наверное, из учебников, родители рассказывали, была великая страна, Советский Союз, которые западные страны, империалисты, которые не могли победить и немытьем-таккатанием через внутренние партийные ячейки взяли, поломали великую державу Советский Союз. И тогда Молдова также не осталась без внимания, и те унионисты, которые бредили идеи об объединении с Румынией, кстати, сейчас это все чаще и чаще звучит, у них тогда был Народный фронт, и они, по сути, были готовы объединить эти две страны, то есть нашу Молдавию в тот момент и Румынию. И вот только благодаря гагаузскому народу, друзья мои, я вам абсолютно говорю правду, и будет очень хорошо, если каждый из вас потом после этого урока начнет сам интересоваться, потому что я уверен, многие из вас даже гимн Гагаузи не знают, или я ошибаюсь. Вот, друзья мои, нельзя стесняться ни своего языка, ни своего гимна. Мне было очень честно и гордо, когда башкан Гагаузии в 2018 году пригласила президента Эрдогана, и он с площади Гагаузской рассказал всему миру, что он знает гагаузский гимн. Вы это знали? Плохо. А мы, гагаузы, наоборот, должны пропагандировать это. И вы, молодежь Гагаузии, вы те ребята, которые понесут наш гагаузский флаг дальше. Мы несли этот флаг последние 20 лет с Максимом Андреевичем. Мы и сейчас готовы еще лет 10 его понести, но дальше будет ваша задача нести этот флаг. Многие из вас не станут учеными, там, какими-то выдающимися докторами. Самое главное – остаться человеком. В этой жизни надо быть честным, порядочным человеком. Про нас могут говорить много гадостей. У человека мир так устроен, что у нас сегодня зависть взяла вверх над добротой, над честностью. Сегодня фейковые новости или же оскорбление личности сегодня гораздо сильнее, чем просто прийти и извиниться человеку, просто прийти и извиниться. Вот Степан Михайлович Топал, я с ним общался последние 20 лет, это был человек, у которого могло закончиться топливо на его девяточке, и он скромно со своей пятилитровой батлашкой мог пойти тихонечко на заправку и прийти, и залить, и поехать дальше. Он мог прийти в университет, и также студенты даже не знали, что они общаются с президентом, он проводил лекции в школах, в университетах, и абсолютно не говорил о своих регалиях. Этот человек, который построил нам с вами будущее, поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Сегодня, если бы не Степан Михайлович Топал и его соратники по всей Гагаузе, его друзья, которые многие из них уже нету, к сожалению, в живых, а многие из них бедно заканчивают свою старость. Степан Михайлович Топал, когда провозглашали Гагаузскую республику, он мне рассказывал такую историю, он очень хорошо знал историю, он был руководителем, руководителем большого подразделения в дорожной службе. Тогда, на тот момент, в советское время, там работали тысячи людей. Была и ковровая фабрика, где работали тысячи людей. Наш педагог, который здесь находится рядом с вами, она вам может потом после меня рассказать, что тогда была на самом деле страна, которая производила 4 миллиона тонн яблок, 2 миллиона тонн слив, арбузов и так далее. И вся великая страна пользовалась нашими молдавскими и гагаузскими продуктами, фрукты и овощи. Они были как навес золота. Наша страна была в бренде, то есть не только вино нас знали как Молдавию, Гагаузия Солнечная, вообще все производилось здесь. И люди были на самом деле очень близки. Так вот, Степан Михайлович Топал, когда они провозгласили 19 августа. Вы вообще знаете, что 19 августа у нас в 90-м году провозгласили Гагаузскую республику? Ребят, тишина, понимаю. Вот мы не дорабатываем. Мы, я говорю, мы все старшие. Это касается и учителей, это касается и общественных деятелей, всех нас. Не вы виноваты в этом, но есть и ваша вина. Потому что вам неинтересно, вас сегодня интересно, гаджики. Вам интересно сегодня другое. Но с этой историей, откуда вы слепились, будет зависеть лично ваше будущее, каждого из нас. Так вот, Степан Михайлович, когда провозгласили Гагаузскую республику и шел домой, у него были козочки. Обычные козочки, которые доят и получают молоко. И вот он говорит, я шел, мне надо было подоить козочек. И я всю дорогу шел от кинотеатра, от кинотеатра «Дружба» раньше был, помните? Сейчас он стоит в разрушенном состоянии и ждет, когда какой-то инвестор сделает нам кинотеатр, чтобы вы могли проводить досуг. А у нас, когда мы были молодые, у нас был кинотеатр. Мы-то ходили, фильмы смотрели, да, Григорий Иванович? Так вот, он шел и он знал хорошо историю, я вам сказал. Была Камрадская республика, которая просуществовала всего лишь шесть дней. Это было в 1906 году, правильно, Максим Андреевич? 6 января на день Рождества Христова. О, колода гоню. Блессон, сачан, без колода и пырс. В 1906 году году Гагавуз Республика, Степан Михайлович Топал, а чен гидерди еве, о дюшюнерди, санки кач гюн, безим Гагавуз Республика, беќ гюн му, алты гюн му, бир афта. О гидерди, а чен гичди бир афта. Сорам гичди бир ай. О, воно, ён маарда, халезьден олду ба ёж. Ченг качноф, естерди бастырма бэту молдова, да сорам гапштарма о нум, Румыни. Ама, біна гергин чоцук лар дейнця, бе гюрэм тишин, тебу, ёлк, бізим, тебу, хем гергин чоцук лар, біля ген чоцук лар, отузючил гир кондулар, бізим боба лар нянанда, да кулер мядлер, а не бізгитмя Румыния тарафна. И вот Степан Михайлович прошел месяц, два, три, четыре, пять, и благодаря таким, как Степан Михайлович и его соратникам, Турецкая Республика, Великая Турция, Её великий президент, девятый, Сулейман Демирель, был такой, который приезжал к нам в гости не один раз, а личная встреча у нашего президента Степана Михайловича Топола с ним была 35 раз. То есть, чтоб мы сделали шаг назад и отказались от непризнанной Гагаузской Республики, но имели, сохранив государственность, культуру, традиции, мы должны были сделать шаг назад для того, чтобы страну не потерять, вернуться в страну. И с той стороны, вы слышали, наверное, что в этом месяце ушел скоропостижно первый президент Молдавской Республики Мирчий Иванович Снегур. На мой взгляд, тоже выдающаяся личность, который, когда парламент не хотел нам давать автономию, Гагаузам, Мирчий Иванович Снегур сказал, что он своим решением, своим указом даст Гагаузам автономию, чтобы конфликт между двумя братскими народами, между Гагаузским и Молдавским народом, не был. Потому что, если так по-честному взять, у нас с нашими братьями-молдаванями нет вообще конфликтов. Вообще, Гагаузы – это миролюбивый народ. Вы сами знаете, что на базар, если мы выйдем, есть и молдавская речь, и гагаузская, и болгарская, украинская, русская. Вообще проблем нет. У гагаузов есть неформальная традиция, которая не озвучивается. Вы ее знаете, ребята. И сегодня мы, кстати, говорим поэтому больше на русском. Потому что, если шесть гагаузов разговаривают на гагаузском, и только один не знает гагаузский язык, мы что делаем? Мы переключаемся на тот язык, который знает тот один человек. Вы знаете это правило? Будете знать. Я хотел бы, чтобы вы, ребята, были более разговорчивы. Здесь не урок. Я хотел бы действительно, чтобы с зала задали несколько вопросов, а я бы вам ответил, вообще, кем был Степан Михайлович Топал. Вообще, мог бы рассказать какую-то историю вам про него. Потому что я знаю много историй про Степана Михайловича, и хотел бы, чтобы вы тоже о них знали. Давайте, ребята. И стесняйтесь. Вот я вам рассказываю одну историю, которую он мне рассказал. Когда гагаузская республика была уже второй год, когда была такая величайшая женщина, Марунеевич Марья Васильевна, вы слышали про такое? Да. Есть центр сегодня благодаря ей. Это великая дочь тоже гагаузского народа, как Степан Михайлович Топал. Это ихняя соратница, доктор исторических наук. Это блестящая женщина. Она была женщиной номер один. После нее родили гагаузы других женских лидеров. И Ольгу Радову, и Валентину Янишоглу, и вот недавно была Ирина Влах, сегодня у нас Евгения Александровна. Те, которым не безразлично, что происходит с гагаузским народом. Так вот, Степан Михайлович Топал отправил Марью Васильевну Марунеевич в Турцию, чтобы она встретилась с президентом Сулейманом Демирелем, чтобы объяснила, разъяснила боль гагаузского народа и в каких условиях мы живем. Взаимоотношения между Кишиневым и Камратом были сложные. Так вот, Степан Михайлович рассказывал, у них было время, тогда не было мобильных телефонов, были стационары, и Марья Васильевна приехала, естественно, тогда денег особо не было, в отеле поместилась, и вот она не могла встретиться с президентом. Через наших общих друзей в тюркском мире она пыталась встретиться сначала с супругой президента Демиреля. И первый день она не может встретиться, она докладывает президенту Степану Топалу. Вечером у них в час 8 часов вечера переговорная не могу. Второй день, третий день, четвертый день А Степан Михайлович ей так настоятельно приказывает, говорит, пока не встретишься, к Гагаузию не приезжаешь. То есть, задание такое тебе, чтобы постаралась и встретилась. Мария Васильевна была очень ответственным человеком, Царство Небесное. Я счастливый человек, мне посчастливилось быть ее студентом, когда я учился на журфаке в Камрадском государственном университете. Она у нас была деканом и преподавала у нас. Я срывал уроки и спрашивал не конкретно, что по уроку, а как вообще создавалась Гагаузия. Она с радостью оставляла урок и рассказывала нам, в каких условиях создавалась Гагаузская государственность. Так вот, когда проходит пятый день и Марии Васильевны удается встретиться с супругой президента, они разговаривают, как две сестры. Она все излагает, все, что у нее на душе есть. Они вместе плачут, турецкая сторона, жена президента, это все впитывает. Дуйгуланерлар, онар нежеяйки кыскардаш, лафедерлар, ухепсина аннадерона, нежея, Гагауз, халкащины, не дурумдабулнер, не зорл плагичире. Да, супруга президента, мы мужчины же, мы как говорим, что мы хозяева в доме, вы знаете, что мы такие крепкие, мы впереди, за нами всегда женщина. Есть такое изречение в народе, давно уже, что за сильным мужчиной всегда стоит сильная женщина. Вы слышали такое, ребят? Это правда. Так вот, у Сулеймана Демиреля действительно очень сильная была супруга, и она, естественно, как и любая женщина, объяснила боль, что, слушай, приехали такие-то, такие-то, и хотят с тобой поговорить, у них огромная боль, это наш братский угузский народ, Гёкугузы, Гагаузы, они там на юге Молдавии, у них очень серьезные трудности. Бьюк Саваш Ларги Чирилова Нарщин. Естественно, что президент проникся этой проблемой и сказал, я могу встретиться с твоим новым другом, с твоей сестрой по крови. У Марии Васильевны с президентом тоже была трехчасовая беседа, где они по душам, как брат с сестрой, поговорили. И президент Турции полностью вник в проблему гагаузского народа, что братскому гагаузскому народу нужно плечо и поддержка. И он сказал, и гагаузской 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 дар И вот она с этим месседжем, она с этим посланием приехала к президенту. И вот с того дня, уважаемые друзья, Степан Михайлович много раз рассказывал, открылась некая новая страница для ГГУского народа. Потому что впоследствии, потом, Слава Дмитриевна, когда в 1993 году, да, была эта встреча, в июне месяце, кажется, первая, когда приехал Демирель, он приехал, Мирчис Негур, президент Молдовы, и вся разведка, и все говорили, что не надо ехать туда, о чем вы говорите. А у него весь самолет приехал, премьер-министр, все министры. То есть, посол Тюркия, рогат, неже он, бездя, Тюркия, дэн, бэрдан Молдова, да, посол, бездя, гэртэда, отчок керят, нестедя, неже он, неже он, неже он, неже он, неже он, неже, посол, Тюркия, найн, бэрдэйды, 90-нжи илларда, тут насы, сакнда, бэрдаварды, бэр аналмыш, бэр посол, ютейл, ютейл, башкан Гагаузи, вердево на высший орден Гагаузи, пакым, они, о, о, вакыттлар, бюкельчи, тюркиян бюкельчиси, япарды балантылары Молдова, эм Тюркиян. Так вот, кэгда приехал Сулейман Демирэль, он сказал, неят, я туда поеду, бэн оры гидецэм, чүнкі гүней тарафында, чадыр тарафында, бэнэм карымын кыз кардашлар яшэрлар, бэзим огузлар, гёк огузлар, бэ ёкінжа оры гидмэйм, бэ оры гидецэм, и вот дети, ребята, у нас есть в ГРТ эти съемки с флажками, с шариками, встречали президента Сулеймана Демирэля, с двух сторон колонна была, и он и в Чедерлунге был, и в Улканештах, и в Камрате, и во всех городах. Столько детей было, столько ребят встречало, столько людей простых, что президент не мог слезы сдержать, когда они встретились со Степаном Михайловичем, как они обнимались, как два родных брата. И наш президент ГГУской республики, и все его соратники, все отцы наши основатели, которые на тот момент были молодые и храбрые, наконец-то поняли, что свершилось, потому что сначала мы просили ГГУскую автономию, молдавская сторона вообще нас не слышала. Поэтому для того, чтобы нас услышали, отцы-основатели подняли планку и сделали ГГУскую республику, для того, чтобы можно было вести диалог для автономии. В политическом действии это был очень серьезный и решительный шаг, друзья мои. Поэтому Степан Михайлович имел очень мощных, сильных соратников, таких как Мария Васильевна Маврунеевич, и они смогли привести, убедить президента Турции, чтобы он приехал и убедил президента Молдовы, чтобы гагаузы отказались от своей республики в пользу республики Молдова, чтобы Молдова стала сильнее и богаче с гагаузским народом. И президент Сулейман Демирель, и в документах это прописано, где был наш президент Степан Михайлович Топал, был президент Мирча Иванович Снегур и был президент Сулейман Демирель, подписаны были документы, что наши братские отношения между турецким и молдавским народом будут протекать через мостик, а мостика названия гагаузе и гагаузский народ. Вы представляете, какая глубокая философия? Еще с тех лет, 30 лет назад это было, по сей день это продолжается. Поэтому сегодня, о котором человеке я вам постарался рассказать, я бы хотел, чтобы каждый из вас, сегодня, когда вы уйдете, в Сяль зашли в научный центр, он находится в здании фуршета, на четвертом этаже. Зашли туда в гости, вам дадут книжки о Степане Михайловиче Топалееве. У вас здесь есть библиотека в вашей школе, в вашем лицее, которая также имеет книжки про наших отцов-основателей гагаузии. Зайдите, изучите. Вы, дети гагаузского народа, вы то будущее, которое будет двигать гагаузию вперед. Я в этом глубоко убежден. Но если мы не будем знать азы, кто наш дедушка, кем он был, а кто у дедушки был дедушка, и кто он был, бабушка, какому роду принадлежит ваша кровь, почему мы не должны изучать, и чтобы гагаузский язык стал модой. Без анадели мы зелем куланма, да оле азымолсон моды гибет. Чунки тюрки, о чем бизгидерс, без о чем бизгидерс тюрк, это тюрклер, азербайджанлар, кыргызлар, татарлар, хепи же бизим канкардашлар, а чайши делали, бизгезель, калителе, юсекурда, лафедес бизим анадели мы зда, он наршаш бишкалала, делая баком с ворда, биздаваркан кардашлар. Без и язлорожек красной книгой, без и все рядым ЮНЕСКО, в красную книгу кого пишут? Тех умирающих животных, как вот тигра там амурского, или еще что-то, вот сейчас мы смотрим, их уже 752 сказали, а когда-то их было лет 20 назад, их оставалось 5. Вот мы гагаузы где-то, я конечно с иронией об этом говорю, но я верю в то, что в каждом садике, в каждой школе, в каждой семье, в гагаузской семье, начнут любить наш родной язык гагаузский, так как это делали наши родители и наши дедушки с бабушкой. Нашим дедушкам с бабушкой посчастливилось, чтобы они с молоком матери давали наш язык. У них не было такой возможности, как у вас и у нас, изучать гагаузский язык в школах, вы представляете? Они изучали его дома, и вот испокон веков, тысячелетиями сохранялась вера гагаузская, православная вера. Степан Михайлович Топал, тот человек, президент Гагаузской республики, со своими соратниками, с Михаилом Васильевичем Кендигеляном, ныне здравствующим, я был у него буквально вчера, это председатель гагаузского парламента, председатель Верховного Совета Гагаузской республики. Вы зайдете к нам в лицей, вот сейчас, когда закончится урок, я прошу вас, приглашаю, зайдите, пожалуйста, в фойе, вы знаете, да, с этой стороны стоят наши лидеры, башканы гагаузии, и все председатели наших парламентов гагаузских, там все есть. Сегодня у нас кто, председатель парламента? Кто председатель Народного Собрания, знаете фамилию? Нет. Вот как плохо. Но хорошо, вы знаете, что сегодня башкан гагаузии Евгения Александровна уже радует, но у нас есть депутаты, да, вы знаете, что у нас есть депутаты гагаузские, знаете, уже радует. Я думаю, что, наверное, депутатам Народного Собрания тоже к вам надо ходить в гости, говорить с вами, тоже проводить классные уроки, потому что это элита гагаузская, которая двигает тоже гагаузию вперед. Сегодня у нас председатель гагаузского парламента Константинов Дмитрий Георгиевич, вы увидите его фотографии тоже там, он был, он второй раз председатель, в пятом созыве, он тоже был председателем нашего национального собрания. Это те люди, от которых зависит, как гагаузия будет развиваться. Вот от башкана гагаузии и от председателя Народного Собрания, от всех депутатов, мэров и советников зависит, как вы, молодежь, как мы все будем двигаться вперед. Это все случилось благодаря тем отважным людям, которых я попытался вам рассказать Степан Михайлович Атапала, Кендигеляна, Доброва, Тавшамджи, Бургуджи, Кывыржака, Зирова, Константинова, Ильяса Вастина, Калчу Георгия Ивановича, Андрея Качанжи и десятки, что говорите, Георгий, Марунеевича, сказал, и десятки, и сотни, сотни на тот момент молодых, юных, сильных ребят, которые восстановили Гагаузскую государственность. У нас она была, она была утрачена. Там, на Балканах, в Добрудже, мы по морю пришли сюда. У нас исторический путь у Гагаузов, Геокугузов очень длинный. История у нас тоже очень могучая. Все тянется с культуры и традиций. Вы видите, как в последнее время руководство Гагаузии делает огромные праздники, такие, как Хейдерлес и Касан. Вы знаете, эти два национальных великих праздника гагаузского народа. Это, как на уровне Пасхи, празднуются. Сейчас мы видим уже День Ковра, День Каурмы, День Костюма и так далее. Все это делается чтобы культуру гагаузского народа поднять более высоко. Потому что мягкая сила любого народа является культура, образование, куда входят традиции, языки и так далее. Мы должны культуру, мы должны культуру, мы должны 2011 годы я с вами был очень сильно разговариваю. Здесь мы находимся в Тесветлан Митрин. ГРТ-инфеонарь, вы знаете, ГРТ-инфеонарь. ГРТ-инфеонарь. В течение года кто ГРТ-инфеонарь смотрит? В Тесветлан Митрин. Вы знаете, ГРТ-инфеонарь? ГРТ-инфеонарь. Очень хорошо. Потому что это очень красиво, очень высокий телевизионарь. Грт-инфеонарь, Гагавуз. Грт-инфеонарь, Гагавуз, Грт-инфеонарь. Мы должны сидеть на моем языке. Я поклоню тебя на моем языке. Но я хочу, чтобы детьми в Тесветлан Митрин. Грт-инфеонарь учил меня в Казахстане. Киевам, потом я верю. Спасибо за просмотр! Мне уже нравится, что мы не зря провели этот урок. Гагаузская республика прожила ровно 5 лет с 1990 года и по 1995 год. В 1994 году, 23 декабря, был принят закон об особом правовом статусе Гагаузи и Гагаузьери. И потом в 1995 году, согласно референдуму, который провел гагаузский народ, кстати, в республике Молдова, чтобы войти в состав современного государства под названием Молдова, проводил только один народ и только одна территория, это была Гагаузия. Так вот, 5 лет борьбы за самоопределение, 5 лет борьбы за то, чтобы мы, Гагаузы, назывались Гагаузами, не какой-то этнической группой, не каким-то меньшинством, как нас пытаются сегодня, и центральные власти, и другие структуры европейские назвать нас национальным меньшинством. Вы вообще знаете, что такое национальное меньшинство? Я хочу задать старшеклассникам вопрос. Вопросом на вопрос. Я на ваш вопрос ответил. Сейчас хочу в этом же духе, в этом же русле ответить, что такое национальное меньшинство. Национальное меньшинство – это тот народ, который имеет другие государства в других государствах. То есть у нас есть болгары среди нас, так? Да, да. Наверное, и среди вас есть болгары, да? Этнически. Молочистый народ. Молочистый народ, правильно, но он не малочистый народ, он целый народ, который имеет Болгарию, республику там, за рубежом. А здесь национальные меньшинства, вот они вот компактно проживают в Кирсово пополам, так? Тараклийский район, наши братья болгары, численностью около 35 до 40 тысяч. И вообще, если взять вот этот ландшафт бывшей Бессарабии, вот часть Украины как зашло, у нас на ту сторону, когда Советский Союз распался, 9 населенных пунктов, там 60 тысяч гагаузов осталось, порядка 100 тысяч, чуть больше, болгар, молдаван. Русские, здесь национальное меньшинство, потому что у них есть большая страна Россия, украинцы национальное меньшинство, и многие-многие народы, которые имеют государство в другом месте. Мы малочисленный народ, который является также послетитульной нацией нашего братского молдавского народа, вторым градообразующимся народом, друзья мои, чтобы вы это знали и своих детей в будущем тоже учили. Мы не национальное меньшинство, мы не какой-то умирающий этнос, мы малочисленный народ после братского молдавского народа. Братский молдавский народ составляет 78%, мы составляем всего лишь 5% и по численности, и по территории. Но когда социологический опрос проводили, было 7,2%, назвались в стране гагаузами 7,2%, потому что во многих молдавских селах тогда тоже проживали компактно гагаузы, так же, как и болгары. Поэтому, чтобы вы знали, мы никакое не национальное меньшинство, мы целый народ, хоть и малочисленный, православный. Поэтому республика прожила 5 лет, благодаря этой республике есть гагаузская автономия, такие символы гагаузской автономии, как Башкан, институт башканства, как народное собрание, это парламентаризм, как герб, гимн, флаг гагаузский, ГРТ, компания ГРТ, это тоже атрибут и символ гагаузского народа, который все отстаивал наш славный гагаузский народ с нашими отцами-основателями. Я благодарю вас за сегодняшний урок, очень было приятно, что хоть какие-то вопросы вы смогли задать и на какие-то вопросы вы смогли ответить. Мне приятно, что сегодняшняя молодежь все равно знает больше, чем я в гаджиках, в телефонах, в компьютерах, но меньше знает, чем я об своей собственной истории. Поэтому я прошу вас, уважаемые друзья, дорогое наше будущее поколение, которое будет двигать гагаузию вперед, пойдите к родителям. Родители ваши знают очень много. Посидите, оставьте телефоны, поставьте их без звука. Отойдите на мгновение от этих социальных сетей и пообщайтесь с родителями. Им будет гораздо так приятно, когда вы зададите массу вопросов, которые вы сегодня стесняетесь мне задать. И поверьте мне, они на все вам ответят. И следующий урок, когда мы с Максимом Андреевичем тоже организуем, если вы, конечно, захотите, то я уверен, что вы очень много мне расскажете и уверен, что много вопросов зададите. Продолжение следует...